Для Слова Божьего нет уз Предисловие Как появилась эта книга? После того, как Игнатий Тихонович Лапкин вернулся домой из лагеря, друзья упросили его рассказать о 15-месячном пути от ареста до выхода на свободу. Да и сам он чувствовал потребность поделиться приобретенным опытом. Из этих рассказов вышла вторая часть книги. Тюремные воспоминания Игнатия вызвали у многих жителей живой интерес. Поэтому друзья стали просить его восполнить их рассказом о более ранних событиях. Постепенно из разных отрывков сложилось повествование, составляющее первую часть этого тома. А в третью часть вошли некоторые письма Игнатия, написанные уже по возвращении из заключения. Приложение включает приговор суда, акты тюремно-психиатрической экспертизы, показания свидетелей на предварительном следствии, протесты, посланные в суд и прокуратуру и другие документы. Игнатий никогда не возражал против любого использования его писем верующими. Была бы душе польза, таков его обычный ответ. Поэтому мы решили, что не погрешим против воли автора, собрав все эти тексты вместе. Надеемся, что верующий читатель найдет здесь и поучение, и пищу для раздумий. А будущий исследователь нашей нынешней церковной жизни обнаружит в этих записках ценные материалы. Мы включили в эту книгу в сокращенном виде и небольшой самоиздаточный очерк о сибирском магнитофонизаторе, написанной вскоре после его освобождения. Полностью он был помещен в бюллетене христианской общественности номер два. Магнитофонизация всей Сибири. Таков полушуточный девиз миссионерской и просветительской деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, православного христианина из Барнаула, 28 марта 1987 года досрочно освобожденного по указу Президиума Верховного Совета СССР из уголовного лагеря ЖД-158-3 в казахском городе Жанатас. Проповедь Евангелия, свидетельство о духовном богатстве православия, библейское просвещение верующих, сплочение их в стойкие братские общины, в которых каждый жертвенно служит Господу, как и чем может. Вот основные направления миссионерского служения Игнатия. Библейский фундаментализм, старообрядческая приверженность к уставу и регламентация жизни парадоксальна, но как-то очень органически сочетается в нем с открытостью, непредвзятостью суждений и порой прям-таки пророческим дерзновением. С этим, столь непривычным для нас сибирским самородком, можно в чем-то соглашаться или не соглашаться, но нельзя признать его право говорить то, что он говорит. Позиция Игнатия родилась в невлинивом разговоре, за чашку ручая. Она действительно высрана до крови. В соответствии слова и дела Игнатий засвидетельствовал еще прежде своего тюремного и лагерного исповедничества. Игнатий и друзья его – самый яркий из известных мне примеров о скетчической жизни. Речь идет не только о продолжительных молитвенных правилах и дисциплине внутренней. На питание семья Лапкиных Игнатий и его жена Надежда расходуют около 20 рублей в месяц. Кировые сапоги да дешевая рубашка, перехваченная пояском, в другом виде я не встречал Игнатия ни разу. Зимой фуражка заменяется на видавшую многие виды ушанку. Добавляется ватная телогрейка. Многодневные поездки только в общем вагоне. А все оставшиеся деньги на помощь нуждающимся на дело, миссии и служении. Не ограничиваясь Барнаулом и окрестными сибирскими городами, Игнатий по крайней мере раз в год во время отпуска до ареста он работал сторожем. Предпринимал вместе с кем-нибудь из друзей миссионерское путешествие. Казахстан, Украина, Средняя Россия, Прибалтика. Где только не пролегали его маршруты. Квартира друзей, молитвенные дома баптистов, адвентистов и пятидесятников. Дворы православных храмов, обращенные в музей церкви, вагоны поездов, комнаты милиции в московском метро. И всюду общение с новыми и новыми людьми. Проповедь, проповедь, проповедь. Игнатий всегда старался поддерживать максимально близкий контакт с духовенством. Одно время он был частым гостем и в оперихиальном управлении. Уговаривая наедине и увещал знакомых батюшек. Обновление и оживление приходской жизни, безбоязненное и свободное общение священника с прихожанами, ведение более строгой церковной дисциплины и, главное, усиленная евангельская проповедь. Вот на что были направлены его усилия. Результаты, как ни трудно догадаться, были весьма разные. От самых внутренних и глубоких, включая всенародное покаяние двух священников перед их паствой, до таких вот, скорее, комических. Хм, опять Игнат пришел. Придется проповедь говорить, а то ведь накапают владыки. Воздыхает местный батюшка. Отодвигав пальцем завесу и с неудовольствием взирая сквозь завитушки царских врат на слишком хорошее знакомое бородатое лицо в толпе прихожан. Ну что до того. Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Так ведь говорил когда-то другой неутомимый миссионер, во многом послуживший образцом для златоуста со второй строительной, как окрестили Лапкину в статье «Алтайские правды». А почему, собственно, Златоуст? Не только корреспонденту пришла в голову эта действительно небезосновательная аналогия. Впервые рылык секты златоустовцев налепил на друзей Игнатия, настоятеля Барнаульского храма. Дело в том, что издательская деятельность Лапкина, которая затем привела его в Барнаульскую тюрьму и в Жанатас, началась как раз в записи всех творений святителя Ивана Златоуста в русском переводе на 62 магнитофонных катушках. Около 600 часов звучания. Замысел был таков. Во-первых, лучшего способа обнажения религиозной литературы в провинции не найти. Пишущая машинка – это очень малая скорость, дороговизна, полуслепые экземпляры и неизбежные опечатки. Во-вторых, не все умеют читать. Да-да, православные-то бабушки в Сибири. Не все много могут читать. Слабость зрения, особенно у пожилых. Не все, наконец, любят читать. Не все приучены. А кто же откажется сесть поудобнее, нажать кнопку, закрыть глаза и слушать. Да не кого-нибудь, а Иоанна Златоуста. Или что мешает слушать проповеди жития за повседневной домашней работой? В-третьих, когда человек читает книгу, он обычно один. А вокруг магнитофона как бы самим собой возникает кружок слушателей. Почему вы не пригласите еще и соседей? И вот деревенские посиделки превращаются в прослушивание. Успех магнитофонизации стал превосходить все первоначальные ожидания его изобретателя. За кассетами стали прижать издалека. Просили их отовсюду. Знакомые, знакомые знакомых и просто прослышавшие. Архиереи, священники, монахи, причетники и миряне. Молодые и старые, православные и неправославные. Образовалась очередь, находились и те, кто говорил. За любые деньги. Но в этом отношении Игнатий с безукоризненной строгостью держался правило, принятого как обет в самом начале. Весь тут, только ради Господа, абсолютно бескорыстно, ни копейки себе. Более того, неимущим вкладчину приобретали магнитофоны. Тоже для общего пользования бесплатно давали записи. Магнитофонизация началась со Златоуста. Но им, конечно, не ограничилось. Начитанные и размножены были Библии, Жития святых с 1 по 19 века, Добротолюбие, Лествица и Исповедь, Блаженного Агустина, Подражание Христу Фоми Кемпийского, Книги преповедей отца Дмитрия Дубтко, Исторический путь православия отца Александра Шмемова, Апологические книги баптистского автора Рогозина. К 1986 году полная каталогизированная фонотека лампкинских записей составляла уже около 200 кассет. Это более чем на два месяца непрерывного звучания. Игнатий, как, впрочем, и Златоуст, не смог ограничиться чисто религиозной тематикой. Наговорил он и архипелаг ГУЛАГ с собственным послесловием и посланиями патриарха Тихона. Собрал, размножил записи своих бесед верующими, включившись в их вспоминания о годах репрессий, писал стихи, в том числе и про вождя мирового пролетариата, как будет позднее сказано в следственном деле. В круг интересов Лапкина входили вообще очень разные темы, в частности такие, которые мне весьма не симпатичны. Так, в 1978-79 годах он размножил кассеты «Тайное беззаконие в действии», в основу которых были положены апокалиптически интерпретированные протоколы сионских мудрецов. Ах, не хотелось бы мне говорить об этом и теперь, но придется. А то уж и вовсе я перейду в жанр жития или акафиста. Всем этим Игнатий занимался не таясь, по справедливости, не видя в своих делах ничего преступного. Последствия застали себя ждать, пожалуй, дольше, чем можно было думать. Однако, в мае 1980 года он был арестован и пробыл до октября под следствием, под статьей 190-1, а потом был внезапно освобожден после того, как подписал заявление, что больше не будет размножать произведений политического характера. В справке, из которой он вышел из тюрьмы, в графе «Причина освобождения» было написано, ввиду перенившейся обстановки. При этом представитель КГБ сказал, что против чисто религиозной деятельности Лапкина никаких возражений не имеется. «Раззлатоуста своего размножай хоть мешками». Почти всю фонотеку, изъятую при обыске, в тот раз вернули, кроме, конечно, архипелага и еще некоторых вещей. За последующие пять лет Игнатий еще улучшил свою техническую базу и действительно размножил не один мешок магнитных пленок. Это был и Златоуз с другими прежними записями проповеди, полюбившийся Игнатию Стокгольмского радиопроповедника Ярла Пестия, новые книги Дудко, труды Григория Диченко, трагедия русской церкви Регельсона. Свою подборку житий он завершил, включив в него материалы о новомучениках, известную в самиздате книгу «Отец осенний» и другое. Слово, данное в тюрьме, держал, но, видно, обстановка вновь переменилась, и 9 января 1986 года Игнатия опять арестовали. В тот же день во многих городах страны прошли обыски. Более чем у 30 человек были изъяты многочисленные катушки с записями. Златоузцы со всеми прочим вновь упаковали в мешки с печатями. Мы опускаем заключительную часть очерка, и о последующих событиях читатели узнают от самого Игнатия Лапкина. Автор Николай Балашов. Москва. Август. 1988 год. Автобиография. Говорят, да и в метриках написано, что родился я летом 1939 года, 10 июня, в поселке Карповском, Тюменицевского района Алтайского края. Тяжелый год для тружеников земли. Начали колхозы загонять, а наши все, хотя и веру имели слабую, едва под золотой уголек дотлевал, но однако был страх. Не только в тот страх, что вернутся иные порядки, и тогда спросят, как же ты, голубчик, что ж ты в коммунию залез, да и качет. Так было в тех краях. Но боялись греха. Никто не знал, что такое колхоз, но глядя, как туда первыми входили самые горькие босики и лодыри, как они грабили вчерашних своих кормильцев, люди шарахались под пол, бросали все, бежали подальше от этих товарищей. Только бы не быть с этими босиками в одном котле. Дедушка наш, отец моей матери, высокий, с длинной седой бородой, мудрый старик-старовер, сухопарый и изодранный еще в Первую мировую, в Ерманскую, бросив все в Усть-Черымском районе, в горах, когда там начали проводить коллективизацию, тронулся в Карповку, где был основан конный завод номер 140. С ним была моя мама, Мария, и три братика, Макар, Филарет и Эммануил. Почему именно туда поддался дедушка Егор? Потому что там стали организовать совхоз. Вокруг же только колхозы. В совхозе меньше греха, там можно просто работать, как на производстве. Но увы, и здесь метла пробороздила по деду Чунареву. Не хочешь вступать? Раскулачим. Что из того, что ты грыжу нажил? Что тродясь был без работника наемного в доме? Это уж не столь важно. Эти качества нужны были кандидатам в раскулачивание на первой неделе, когда только начали собирать ресурсы для индустриализации страны. Потом пошли те, кто просто жил своим трудом побогаче других. Родина-мать посчитала всех этих противленцев, пассивников, врагами. Пришли и стали у них выгребать все, до последнего петуха, которого дед Чунарь своими руками и поймал. Че, берите-то-ка, тоже на, это кугоре. Дед был вятский, процокивал. Цапаря, я кугоре. Да ничего, переживем. Забрали приготовленное из белой холстины смертное шитое платье, портки, а потом забрали ложки, посуды, сколько нашли. В погреб сам полез дед, помог выбрать и картошку, и брюку. Выгнали из дома. Откопали баню от снега деревянной лопатой, живут. Потом родины мачеха вспомнят подросших ребят. Они пойдут, как погодки, и все трое сложат голову у своих орудийных лафетов во вторую, ерманскую. Сколько лет прошло, а все еще помнят, на деревне какие были ребята, бригадиры, труженики, 19 лет, 20, 22. Такими и смотрят с увеличенных портретов. Они брали старшего моего брата Самуила на трактор. Тому было уже около 7 лет, а мне 2 года. Говорят, что я был у них в гостях, на печи, да столкнул бабушке в чугун супом кусок мыла. Так дядя и осталась без обеда, а надо мной смеялись, весь суп на пену извел. Это по рассказам. Сам помню, как пришел с фронта наш отец Тихон в 41 году. Ему там руку оторвало левую, кисть руки. Отцу было тогда 31 год. Но пока довезли до госпиталя в Красноярск, пока дошла очередь, пришлось резать сантиметров на 20 ниже плеча. Я бегал по избе. Вдруг вошел высокий в серой шинели. Помню, что справа от входа в нашу землянку была русская печь, подъем на которой этот контраблюционер освоил несколько раньше. Быстро на приступок на скамейку шмыгнул на печь. Впереди, в переднем углу стоял большой сундук, окованный полосами железа. Человек тут шагнул к сундуку, потом повернулся к печи. Чего ты испужался? Это вернулся отец фронта из госпиталя. Оторванная рука спасла отца. Наши переехали через Бор в соседний Шарчинский район, где и жили родители по отцу раньше, Дмитрий и Евдокии, и дядя Степан, и тетка Пелагея. Наших там кулачили еще раньше, и они бросили дом, и захватив единственного брата моего, Моню Самуила, бежали в город на производство. Начинали несколько раз с нуля. Когда наши переехали в Потеряевку, меня оставили у дедушки Егора. Крепкой религиозности был дед. Дед собирал старушек и читал особым речитативом толстую книгу златоуста в уютной своей землянке, сложенной из платков земли. Рассказывают, когда за мной приехал отец, то я спрятался и сказал, не поеду к ним, у них хлеб черный, как земля. Летом дед повез меня на велосипеде. Когда проезжали через Урывку, встретился на пруду старик, который вез рыбу. Видимо, у него на кухне на веревочке была большая рыба, линь, и рядом маленький, продернут под жабры. Мне же запомнилась эта рыба, так вот с маленькой сбоку, и считал, что такая она и есть, рыбы эта сдвоенная. Запомнился еще, как старший мой брат дрался с камнями с жгелевым колькой своим товарищем, а я моему брату подносил камушки. Моя мама прознала про драку и поменяла на них драные рубахи, а мне так сошло, а было мне уже три года от роду. С братом на печи сидим зимой, мать за конями управляется с отцом. Мы до полки дотянулись и сняли книгу «Часослов». Все на церковно-славянском языке. Брат уже пошел в школу. Поля у них огромные, а бумаги нет. И брат начал рисовать лесенкой на небо, и мы лезем туда, пять пальцев растопырили, крепче держаться. Так и смотрю ныне на их и человечков, долезут ли. Посты строго блюли. Если от груди отсажен, уже молочного не ни. А про иное, как про мясо, и не слыхали. Грех. Евангелия не было и не слышали про такую книгу. Мама работала на ферме, доила коров. Это уже в Потеряевке мы окончательно переехали туда. Нами брошенный дом был здесь сожжен курящим пацаном. Дом отошел к колхозу, но грамотный дядя Степан, класса 2 у него было, начал хлопотать, и тогда не отсылали бумаги обратно разобраться на месте, а давали указания. Написал Калинину Михаилу Ивановичу, и дом вернули. Стены одни, что успели отбить от огня. Написал Калинину Михаилу Ивановичу, и дом вернули. Стены одни, что успели отбить от огня. Отец спас всю жизнь. 40 лет без одного года. То овец, то коров, а то и вместе. Самой яркой картиной, запомнившейся мне, было лето 1945 или 1946 года. Жара, парит, и в логу в балке, косили осоку, потом сразу же сгребать и в копны сносить надо. Отцу 35, маме 33. Мама носила мешки по 70, более килограммов, свободно. И отца бог силы не обидел, когда дрался. То два удара никогда не делал, хватало одного. Тяжела была рука. И вот они веселые, носят сено, подгребают. А я на копну сберусь, уже семь лет мне, и кувыркаюсь. И столько радости, и кучевые облака, ни о какой смерти помину нет. И не думаешь, мы всегда так будем жить. Осока, кусты, камыш, бальки, рядом омутки с рыбой. Как врезалось все в память. Когда было трудно, тяжело, всегда хотелось в эти места прийти, все пережить еще раз, погрузиться в эстону жаркого дня того, те облака, те взгорки взреть. Дома всегда молились за стол и за стола, знали молитвы, отче наш, богородица достойно, слава и другие. Утром, не помолившись, не выходили ни в школу, ни на дело, так же вечером. Твердая вера в загробную жизнь, существование Бога, возмездие, будущее вечное мучение. В это верил, кажется, с первого дня своей жизни, или еще раньше. Дедушка и бабушка по отцу тоже были весьма религиозные. Отец жил в совершенной мирской жизни, любил выпить и слов не подбирал подходящих, особенно подвыпивши, в чем мира никакой не ведал, но за стол и за стола, не помолившись, не допускал нас, и сам крестился и кланялся. Что за молитвы он читал, так и не смогли узнать. Говорил о рассказах, что слышал от матери своей, про ноя в потоп, про страшный суд. Здесь мы в гостях, а там навсегда, говаривал. Как-то брат мой и Аким, наслушавшись Марии Ивановны в школе, что Бога нет, пришел домой и с подобным ультиматумом и сел за стол, не помолившись. Отец получил уведомление об этом от матери и, зажав головенка молодого атеиста, меж ног проучил его ремнем. На пользу пошло, уже из-за стола вышел верующий, а сейчас служит батюшкой, и вера коннектнет день ото дня. Был апсалтырь в кожаном переплете и в деревянных корках. Когда я научился читать, то стал тайком брать эту книгу и учить псалмы. И с этой верой побеждать и собак, и людей, особенно на уроках. Учиться хотел очень сильно. И когда старший брат Самойл учил уроки, я лез. Он мне давал по лбу. Отец за ведро картошки купил мне букварь, когда мне было пять лет. Я прошел его весь, и уже читал газеты и писал. В школу не пускали. У нас было в живых только десять детишек. Надо было пеленки стирать, водиться. Страсть как не любил, когда новый ребенок появлялся. Мне сказали, что берут их из проеденной крысами норку в углу пола. Я ее заваливал, забивал, но дети все равно появлялись, и приходилось водиться. Когда наступило 1 сентября, меня опять не пустили в школу. А мне было уже 6 лет. Я выходил в пароволок за вениками, чтобы подмести дом. На кухне было в раме нижнее стеклышко, которое выставлялось. И вот в это выставленное стеклышко я вылез и пошел в школу, пока ребенок спал. До школы не дошел одного дома. Не знал, где же школа, потому что школа была в другом конце деревни. Деревня вся была дворов на 120 в одну улицу. И школа была там, откуда начинали гнать коров. На выпас через наш край. На следующий день снова ушел в школу, и учительница дала мне почитать букварь. И пока она другого ученика что-то спрашивала, я уже несколько вперед лисков прочитал. Учительница пошла к нам на завтра со мной домой и уговаривала речеля отдать меня в школу. Учеба была приятной, легкой, интересной. Книг не было, бумаги не было. В школу бежал до первой снегу, часто босиком. Ноги под себя подвернешь и сидишь. Чернильница у меня была железная, я ее ставил на угли, в печь расставивая чернила. Из красной свеклы делали для учительницы чернила, для отметок. Родители, вернее, это всегда была страна матери, не велели пить в школе, там мирские люди, и нам этого нельзя. Потому на переметах бежал домой, если уж хотел пить, и за все время учебы в школе ни разу не напился там воды. Любил очень математику, первый всегда сдавал, и можно было выйти во двор и уйти в лес или домой. Когда утрами выгоняли коров, а роса была холодной, то мы ждали лепешек от коров, и в теплое становились ногами и ждали, когда же у другой коровы появится лепешка. И перебегали в нее тепло. Брат старший был выдумщик, сам сделал рушилку, молоть пшеницу, а мне шил из березовой коры лапки выходные. Есть было нечего, собирали старое мороженое на поле, картошку. Из нее оладьи добрые получались. Лебеда, рыжик, а по весне и трава разные. План, налог, эти слова я знал задолго до школы. Трудодень, это что-то было неуловимое, на бумаге есть, а взять нечего, не ухватишь. Налоги собирала женщина-мытрь, панна. Драла все, что только можно и чего нельзя. У нас были гуси и родились хорошо, по один из тринадцать гусят, от гусихи к осени. Были пчелы. Она приехала и все под метелку забрала. И эту инвалид отечественной войны, у коллеги с десятью ребятишками на руках. И власть по это знала. Сколько потом не ходили, но не вернуть. Потом она напила зимой, упала в мороз саней и отморозила ее руки и ноги. Слезы сиротки отлились. Отец обладал удивительной памятью. Он не просто рассказывал про старинную, ранешнюю жизнь. Это отделился от настоящего в 1929 году. Он всегда говорил, как и кто именно это сказал. На поле с отцом мы были целыми днями. Я видел ямки, заросшие большие канавы, длинные-длинные. Отец пояснял, что это была Паскотина. Отделял Лопакос от выпасов. Вот тут была заимка Редькина, тут Симаковых. И столько подробностей, и столько было печали в этих рассказах. Как жили, как единолично было хорошо, как жили одним домом, дружно, как молились, гуляли, работали. И как потом беда пошла. Как их разграбили, все забрали. И кто? Те, что рядом жили. Потом они сожрали награбленные, полезли колхозные, их арестовали, да и там подохали. А я слушал, засидя или лежа на старом плащишке отца в степи, и далеко-далеко улетала мысль. Мы сидели, плыли, облака паслись коровы, а мы были на краю побуревшей ямы бывшего погреба чьей-то избы. Теперь здесь степь, поля, пустырь. А тогда здесь был хозяин. Отец был контужен, три раза был под землей, слышал плохо, но здесь он слышал из той дали всех, кто и что сказал и кто как повернулся. Отец обладал поистине феноменальной памяти. Он мог сказать, когда и у кого сколько было овец. Каждую овцу он знал, когда она объегнится, чья корова, гусли. До самой малости через сорок лет припоминал разговоры, жесты. Он разговаривал не со мной, а просто рассказывал, что так свойственно глухим, когда человек мало ли вовсе не интересует, слушает ли его. В рассказах его, правдившись из таких малейших деталей, той ранешней жизни, я увидел всех, я любил тех людей. Вставали бывшие здесь, они ходили, управлялись за скотиной, сели, жали, создавали пруд, разводили рыбу, ехали в зерном город, покупали любогреки, жнеки, выгоняли ночной коней. Какие это были честные, добрые труженики, сколько было доброты в тех людях. Я любил их, я плакал голем, я стонал их болью. Отец не видел меня, он был с ними, он создавал мой характер. Дома говорили, что нельзя вступать в пионеры, за галстук сатана потянет в ад, и если прессал, будешь прессать вечно на огненных гвоздях. Это учение матери. В то время это было достаточно, чтобы верить, что есть Бог, есть справедливость, вечность, что смерти нет, а есть только переход, и это страшило. Нельзя в комсомол, потому что подпишешь дьяволу душу, и черти будут жесть в смоле, в котле кипеть будешь. Про коммунистов нельзя было говорить даже шепотом, заберут, сгноят. В рассказах отца не было ни на йоту фальши. Он говорил, как они приехали из России, как бедствовали, как присоединились к киржакам, чтобы нарезали пай земли, как справляли праздники, на Пасху всю неделю не работали. Какое же все там было хорошее. Люди жили в достатке, были дома, их совсем немного в деревне, я видел их, они мне нравились. Тесовые крыши, и я развел бы много здесь голубей. Любили нищих, держали пчел в своей мельнице. И вдруг пришли люди, Кочкины, Кандины, Шаврины, Пятышевы, хватали, грабили, разоряли. За что? А отец все говорил и говорил. Он проходил свою жизнь, он словами гладил своих коней, которых они уже успели завести, свои прясла, стоила, всем руководил после смерти их отца, наш дядя, старший брат отца, Степан. Задачу поставил, всем поставить дом, свой инвентарь. Уже было почти все. Особые сорта пшеницы, бело-турки и лелеяли ее в рассказах. Особые сорта пшеницы, бело-турки, они лелеяли ее в рассказах. Отец добавлял, и штанов добрых ни разу не поносил. Степан все говорил, еще немного, вот клеветон заведем, просеивать пшеницу, вот еще надо лошадь справить. Все отняли. Для чего надрывались? Зарю-зарей смыкали, жили и спали в поле. Баранишь, жили вытягиваешь? Или пашешь? Да людям еще надо, чтоб какой-то рубль накопить. Какие уроки? В этих расстазах я сгорал от пламенного желания мести. Вот вырасту, и всем отомщу, за всех. Боже мой, как хотелось скорее вырасти. Да разве вырастешь с этой едой? Мама была да яркой, давала молоко. Хотела или не хотела, а выпивал палитры и отмечался на косяке двери. Скоро, и что бы ни слышал, и уже смотрел через то, что слышали от отца, когда он вел меня по ранней жизни, а я детскими слезинками заливался сзади него. И он не видел этого. Он переходил меня. Я придумал виды казни этим извергом рода человеческого. Но надо быть сильным, надо быть ловким и неуловимым. Ловил сусликов, потом купил велосипед. Суслик, поймать его, ободрать шкуру, высушить, сдать 3 копейки. А если повезет, то по теперешним ценам 4-5 копеек. А первый сорт 6 копеек. Да за 8 штук, трудодень. Но этого не дадут, обманут, урежут. Добыто ружье, заряды. Прячусь, стреляю прямо с велосипеда на полном ходу, снимаю одной рукой любого воробья, коршуна. Трачу деньги на ножи и, пася коров, целыми днями мечу ножи. Плавать надо и главное, хорошо нырять. Целые часы прожу в воде. По деревьям лазит дом и турник, канат, шесть, городки. Замучил всех рано утром на зарядку. Готовлю свою команду, Мстителей и Перестройки. Главное, когда кого убью, к нему не подходить и никогда не оставлять следа. А кого наказать, это на кого больше всего будет от народ жалоб. Потом выследить и убрать, объявить террор. Потом уже в техникуме записался в секции стрельбы девяносто из ста. Выбивал. Бокс. Успехи были очевидны, но для чего. Сам себя обрек на смерть. Спал, пать ложился. И под головой нож, топорик, ружье рядом всегда. Собака, живым не дамся. Прости, Господи. Прости. Окончил 10 классов. Учиться не хотел дальше. Лучше буду дома лошадей пасти. Но отец настоял. Мне пришлось выходить в Барнаул. Сдал экзамены в сельскохозяйственный институт. На механизацию бы окончить. Но, живя на квартире, пошел за водой колонки и услышал, как две женщины разговаривали о детях своих. И одна говорит, что надо в техникум строительной поступать, потому что меньше учиться и всегда будет работы. Пошел и забрал документы из сельхоза и без экзаменов. По полученным в институте отметкам приняли в техникум. Но специальность техник строитель промышленного гражданского строительства. Пошел, забрал документы из сельхоза и без экзаменов. По полученным в институте отметкам приняли в техникум. На специальных техниках строителей промышленного и гражданского строительства. Закончил за 2,5 года и был направлен на работу в органы МВД. Как с безупречной характеристикой сын трудового народа. Вольно наемный прораб в лагере близ города Иркутска, Плишкино, мужской и женские лагеря. В школе не было иностранного языка. Самостоятельно решил заняться немецким языком. За 6 месяцев вышел на разговорный и брал уроки разговора у одной немки из ГДР. Она там вышла за офицера русского и здесь проторговалась, сидела в лагере. Потом сразу же взялась за английский. Поступлю в институт международных отношений, уеду за границу, думал я. Когда учился в техниках, то на преддипломную практику отправили в тайгу, в горы. Волнами шла всю жизнь тяга к духовному, к молитве. Здесь почувствовал, что месть недожелаема. Стала как-то жалко всех и пострадавших, и гонителей. Вставал рано и уходил в горы. Встановился на разлопатник елей и молился тому, кто эти звезды, деревья, горы и реки сотворил. О Христе не слышал, хотя имя Иисуса повторял с детства. Скверным словом не опоганил свой рот, и о чем мама сказала, что нельзя этого делать, это грех, то и старался не делать. А о чем не знал, тук упался в грехе. Были далеки женщины, мат, курьева, воровство, ложь. Спаси Христос маму за ее наставление. Армия. Везде наблюдал за жизнью, искал ответы. В это время начал за совсем ближко подбираться к Евангелию. Появились книги Осипова Александра Александровича, отступника. Покупал их, когда был в армии. Наглядно там показано состязание верующих с неверующими. И я видел, что те предложения с какими-то цифрами главы стихи Библии Осипову не опровергается, что он не может победить силу в этих словах. Откуда он брал эти предложения? Что цитировал? Брал в кавычки. Показали нам фильм по роману «Отверженный» Виктора Гюго. Главную роль Жана Вальжана исполнял Жан Габен. Посмотрели солдатики, позевывая, пошли спать. Нет ничего интересного. Меня же буквально вобрал в себя этот образ. Как же раньше я этого не знал? Пошел еще раз, еще раз на этот фильм. Потом еще в городе сходил. Достал книгу, прочел несколько раз. Нет ошибки, нет. Я все так и понял, как хотел сказать автор. Вот она целая жизнь. Вот она цель жизни. Так и сказано. Спасти не жизнь свою, но душу. Особенно говорится об этом в главе 13. Выписываю все. В книге говорится про католического епископа Монсьора Бьевеню. Он так помечал, читанное в книгах, что делая выписки, находил суть. И Виктор Гюго говорит. Думаю, что это было из Евангелия. Задел за живое. Что же это за книга такая? В это время заканчивал учить французский язык. Начал уже читать газеты. Все бросил, только бы помолиться. Начал прямо говорить, что живем неправильно. Пост исполнял. И когда было что мясное, то менял на компот. Отправили в психиатрию. В Кабаровский военный госпиталь. Там выкручивали руки. И вот и поныне еще не нахожу места. Всю вот минуту все ломит. И каждую ночь места не нахожу. Крутили офицеры. Или из политотдела. Или еще из каких-то органов были там. В форме все. К Богу молился усердно. Был же вовсе рядом. А домашние нашим на Алтае уже сказали, что по радио слышали передачу о вреде религии. И что вот передали о Лапкине Игнатии, что он в армии от веры сошел с ума. Гриша Якименко сам это слышал. Дали двух солдат. Сопроводили до Барнаула. Сдали тут психушку. Начали галифе навешивать. Выгонять по пол-литра или больше в ноги через подвешенные сосуды. Раздувается кожа на ногах. Приходил врать шприцом в руках и начинал с беседы. Еще веришь? Мы тебе так сделаем, что ты позабудешь про своего Бога и про заграницу. А скажем, что ты с ума сошел от твоей веры. Вот тут меня уже по-настоящему тревожило. Что будет поношение за веру Христова? Молился усердно и слал записки, чтобы меня наши обнаружили. Только 13-я записка дошла. Приехала мама с тетей Иаким. Молился усердно и слал записки, чтобы меня наши обнаружили. Только 13-я записка дошла. Приехала мама с тетей Иаким. Меня уже решили отдать, но напоследок еще раз сделали несколько уколов горячих. А родителям сказали, вы его все равно скоро привезете, не позже, чем через год. Видимо, у них была такая надежда. Работать пошел в колхозе, на подвозке силоса и сена. Горело все внутри. Работал зиму на полях, и внутри полыхал огонь. Дома мне молоко держали на улице. Принесу, раздолблю и жадным пью со льдом молоко. И хотя бы закашлял ни разу. Если бы пить стало что? Водку или вино? Сгорел бы сразу, так думаю. Эти волшебники в белых халатах могут все. Дома стали трепать дядя в форме и без формы, приезжать, с кем я говорил, что сказал. Да и к хорошему все получилось, это меня вытолкнуло из дома. Поехал через Москву, там жил мой неверующий брат. Он меня узнал, я был уже с бородой. Он увидел и заматерился с испугом. Куда же ехать дальше? По карте проводил пальцем. Решил ехать в Лиапаю, в Латвию. Паспорта нет, военный билет не получен. И сколько там было мотарств? Приехал, в наличии было всего 6 рублей. Месяца за полтора научился латышку и музыку, и стал разговаривать, слушать радио, читать их книги. Господь вел своими путями. Уже совсем близко, работал битольщиком. Город пограничный, прописки нет, а я тут беспаспортный. И вдруг полковник милиции, начальник отдела спрашивает. Ты что с бородой веришь в Бога? Да, верю и исповедую. Он вдруг берет трубку и звонит в отдел кадров, где я был. Где меня строгая женщина твердо заверила, что здесь не пропишут. А вдруг он ей звонит? Принимай, мы ему разрешили. И правда, мне потом дали паспорт и военный билет. На корабль не взяли, стояла статья в военном билете. Вот главная препона. Когда в психушке я сказал, что уготовлюсь в Институт международных отношений, к выезду за границу, то они мне сказали. Забудь, этого не будет. Мы тебе так сделаем, что никуда не поступишь и не уедешь. Как же это они могут так сделать? Да я уеду, и они в век знать меня не будут. А вон оно как вышло. Никуда не уедешь от своих документов. О военном билете все прямо сказано. Да еще и расшифровка. Вялотекущая же сизофрения. Потом после многократных стационарных обследований подтвердят, что и не было ничего, и нет. И будут смеяться пихиатры над тем, кто мне там в Хабаровске эту липу дал. Но и это не без воли Божьей. Иначе уже давно было бы голубок сложил. И было бы быть за границей. Слава Богу за все. Вздумал поступить в мореходку на штурмана. Конкурс 14 человек на одно место. Из четырех предметов он набрал 19 баллов. По математике прознали, что я могу маленько, и стали записки слать. Абитуриенты. Мне пришлось все четыре варианта решить для всего состава поступающих. А у себя одну запятую просмотрел. Рады они ущипнуть русского лиходея. И... Но приняли. Начальник экзамена Латыш видел, что я делаю перед другим и молчит. Отвернется. Это же его братья помогаем. Латышам. Может и это еще помогло. Прошел все комиссии. Строгие, здоровые, требуются отменное здоровье. Но в армию забирали меня во флот. И потом, зная, что там нужны нехиляки. Но надо им в руки дать военный билет. А это конец хождения. Там статья. И вдруг сработало. Обошлось без военного билета. Кто-то где-то просмотрел. Годен. Перехожу на заочное. Еду в Венспилс. Запутать след. Поступать на корабль. Снова комиссия. Вдрущаюсь в Леопольское училище. Снимаю копии. По ним принимают. Работаю матросом первого класса. Добиваюсь разрешения поступать в высшее Макарское училище в Ленинграде. Но сначала надо окончить это в Леопае. Делаю запрос. Прошу позволить сдать все курсы трехгодично за один год. По выбору комиссии. Сдавать все предметы на немецком, английском или французском языках. Предел гордости. Бог же ведет своими путями. Уже стою у двери своего обращения. По иному нельзя. Город Венспилс. Осень 1962 года. Однажды сошел на берег. И в библиотеку надо пойти. И в кино. А когда-то я видел фильм. Туча над Борском. Как пятидесятники приносят в жертву девушку. Распинают ее на кресте. Пустой, зловлетный фильм. Но и это в строку души мне вложено было. Интересно узнать, что это за люди. Помогая одной женщине нести ее сумки, спросил. Есть ли здесь баптисты? А она подвела к собранию. Вошел в латышское, потом попал в русское. Мало что понял. Шагнул через скамейки к выходу. И в это время молились они, стоя на коленях. Через кого-то перешагнул через их ноги. За мной вышел мужчина. Еремеев Михаил Александрович. Шофер. Он пригласил к себе. Дал адрес. Первая встреча. Первый раз держу в руках Новый Завет. Открыл Евангелие от Матфея. Авраам родил Исаака. Исаака родил... Как так, муж? И родил. Читаю дальше. Рождество Иисуса Христа было так. Достал бумагу, скорее начал выписывать. Как и делал всегда, выписывая самые малые мысли о Боге. Так я заполнял целые тетради из атехических книг Ярославского, Степанова, Скворцова, Осипова, Черткова. Уже тогда привлекали какой-то неизнеснимой силой и ясностью слова, которую они опровергали. Я чувствовал, что в словах Библии есть какая-то удивительная сила. И что все доводы и извительность Вольтера, Дидро, Руссо, Марка Твена, Кассилия, что это все какие-то скринжетания, ничего им не дают. Слова, которые были выставлены на позор, слова Библии были для меня друзьями. Я соединялся с ними, списывал их. Откуда же это они? И что значит эти цифры? Когда я начал в тетрадь выписывать первую главу Евангелия от Мафея, то через 5-6 стихов уже понял, что тут не выпишешь, что тут все божественное. Когда хозяева вошли в комнату из кухни, где они были, оставив меня на день с книгой, я уже шел за Нагорную проповедь. Мне казалось, что я нашел давно и так жадно ожидаемого друга, что он и есть тот, кто даст мне ответы на все вопросы. Это оно, это то самое, что я искал по библиотекам, по книжным рынкам, по читальным залам. Ну, как нашел, что для себя? Да, эта книга очень хорошая. Ну как, нашел, что для себя? Да, эта книжка очень хорошая. Не книжка это, а книга. Это часть Библии. Далее они с женой, Анной Матвеевной, мне стали говорить о ее значении. Когда я вошел к ним в кухню, то у них дверь сама открывалась, и чтобы она не распахнулась, они повернули на ключ. Я-то помнил, что такие-то сектанты, что это опасные люди, что они людей убивают. Сразу же приметил себе табуретку. Если что, то табуреткой парами и был таковой. Оба были они низенький ростом, чернявые. Значит, все такие. Вот они какие сектанты, заманивают. А были это баптисты, но происходящие из пятидесятников, и потому говорящие на языках. Быть тому Бог знает, кому что положить, на чем обратить. В это время я занимался еще латышким и испанским языками. И уже они были на разговорном уровне. А у них языки. Это главное их отличие. И хотя они вошли в баптистскую общину после объединения, но остались своей группой и молятся на языках. Им почему-то на другой же день сразу хотелось меня сделать празелитом именно их веры, чтобы если я буду ходить в их общину, то не посоединялся бы к тем, кто твердый баптисты, но понял бы важность языков. И дали прочесть вторую главу деяний. Как апостол заговорили на иных языках. Веришь ли этому, спросил дядя Миша. Как это может быть? Что вы так сразу и не учились? Нет, этого быть не может. Вот вы сколько лет живете в Латвии, умеете ли говорить? Рунать, то есть разговаривать по-латышски. То-то и оно. Это дело трудное, и много сил и воли нужно. Если ты этому не веришь, а я буду в другом сомневаться, то что ж получится у нас? От Библии одни корочки останутся. Так нельзя, нужно или уж во все верить, или не верить. Подумал я, и надо бы верить. Да как же быть-то, если не учить язык? А знание языков это мне известно. Хотя и знаю я их еще очень плохо, но знаю, что труд большой. Не вмещается. И вот, как у Господа все размеренно. Он знает, кому какой стих, где у кого больное место, кого навстречу послать. Потом, спустя много лет, вспоминал этот сентябрьский день 27 числа 1962 года. Как будто десятизначный номер на облигации сошелся всеми цифрами. Предложили мне помолиться, и я согласился. Вы себе, а я себе. Кто как может. Встали брат и сестра на колени и начали своими словами Бога вызывать. А я так, как из детства научен, начал творить Богородицу достойно, Иисусова молитву и кланяя земными поклонами. Видимо, они заслышали движение воздуха, и о этих моих хозяях смутило. Это уж потом они мне сказали, что они помнят, что при ветре бурном в день пятидесятина сошли языки. Открыли глаза, ибо молятся они закрытыми очами. Видят, что я усердно сгибаю плоть, зело труждаюсь. И подумали, значит будет наш, пусть пока по своему молятся, а это уже неплохо. Потом они сказали, Бог хочет, чтобы человек ему открывал свои желания. Молитва это хорошо, но у нас же есть свои просьбы, и мы их можем прямо так и сказать. Бог не осудит и даже похвалит. Молись, брат. Как молиться? Молитвы заучены не надо. А свои слова? Это только сказать, мне уже 23 год идет. Я еще ни одного слова на своем... Это только сказать, мне уже 23 год идет. Я еще одного слова своего на молитве не сказал. Так чего же мне надо? О чем же мне помолиться? Вот так сразу. Подумал, веры у меня нет. И вот во вторую главу Деяния апостола не поверил. И еще будут такие места. Будет суд Божий мне там гореть. Если бы еще об этом попросить Бога. Вера же за гробную жизнь у меня была такая. Есть рай. Это там те, кто на иконах. Нам туда заказано. Знал себя. Хуже всякого пса. Столько грехов насобирал. И выпивал. И всякой нечистоты насобирал. Что сам себя ненавижу. Думки о смерти были все чаще. Отчетливее. Особенно в армии. Когда у нас матрос Позняков взял карабин и офицера убил. Еще несколько человек. А у других один из автомата. Весь караул 13 человек на тот свет отправил. А еще у нас было собрание. Конт-адмирал выступал. Ожидали войну с Америкой из-за Кубы. Что туда ракеты завезли. Умру. А что дальше? Ад. Огонь. И с детства слышал такую фразу. Что Бог говорит людям вроде как бы так. Терплю до конца. А буду мучить без конца. Как понять без конца? Это значит будет начало. И никогда. И никогда. Ни на один шаг к концу не приблизится. Все годы я размышлял об этой страшной истине. Что конца моим мучением не будет. Никогда. Вовеки. День и ночь. Боже мой. Для чего я родился? И себя уничтожить нельзя. Самоубийца погибнуть. Дьявол сразу же в душу в огонь внесет. Лучше бы в меня не родиться. Я родился для огня неугасимого. Конца же ему не будет. Никогда. Никогда. Иногда. Хватиться за голову и бежать по степи. Отчаяния. Так. Для чего же тогда я молился? Просто мне было хорошо. Когда помолишься, и на душе было легко. И легче. И не страшно ночью идти. И среди дурных людей легче быть. Когда теперь слышу, как неверующие говорят. Ты приди в церковь, поставь свечу, ты причастись. А ничего ему не скажут о Христе, о его заместительной жертве. Вижу тут сплошной обман. Я грешник, но душа моя была на чеку. Она бодрство. Она ждала жениха, избавителя и искупителя. Вот об этом мне и хотелось помолиться. Мне уже рассказали, что возмездие за грех смерть. Римлян 6.23. И что Бог за так грехи не прощает. Но обязательно должен быть наказан человек, чтобы Божия справедливость была удовлетворена. Да, это так, вздохнула моя душа. Я знаю давно, что есть ад. Это мое место. И никто не пойдет туда за меня. Я грешен, и нет мне выхода. Пусть хотя и внутри меня разорвались все атомные бомбы. Но и тогда Бог соберет все. И буду я греть, буду мучиться. И вдруг мне говорят, что за мои, именно за мои, все гнусности. За безобразие моей гнойной жизни. За все безумство, вину перед всеми. И в семье, и перед нем. И за все, что я уже страдал. И вдруг мне говорят, что за мои, именно вот за мои все гнусности. За безобразие моей гнойной жизни. За все безумство, вину перед всеми, и в семье, и перед небом. За все это уже страдал Христос, рожденный Девой Марией, которой я молюсь. Когда же я до этого посещал храм, то всегда брал две свечи. Больших, одну Марии, как матери, она главнее, а вторую Христу. Его было просто жалко, слышишь, что его жиды и проклятые распяли. И подумал, бей жидов, спасай Россию. Так я понимал. Евреи виноваты, а я за Христа могу и повоевать. А то, что он еврей, и что Богородица еврейка, и что он за меня висит на кресте, и это я его распял, и ежедневно казню своими грехами, беззакониями, и это даже в голову не могу прийти. Вот почему, читая Слово Божие, я его читал для себя, и всегда в нем находил обвинения против священников, скрывших такую благую весят людей, как было и со мной дома в обращении. Попрошу я об этом Христа, Отца Небесного. Еще попрошу и Духа Святого, чтобы меня тоже принял. Если уж за всех он умер, эти места мне показали в первый вечер. Полыхнуло снаружи, охватило всю внутренность. Неужели есть еще надежда? Неужели еще можно избежать наказания в вечном огне? И если я этот момент пропущу, то другого может и не быть. Корабль наш уйдет в море. Я встал на колени. Вот пишу, и слез не могу сдержать. Это моя первая любовь, такая огромная, такая сильная, такой дар, такой великий. С Богом я заговорил вдруг просто, как будто пришел к другу, которого давно и сегодня всегда обижал, а он ждал меня, и он зовет меня. Я стал говорить Богу моему, Отцу моему, другу моему. Прости меня, я страшно устал. Прости, я не оправдываюсь. Я виноват во всем. Я помню, сколько раз ты меня звал. Ты ждал меня. Ты поразил меня. Для чего? Я устал говорить Богу моему, Отцу моему, другу моему. Прости меня, я страшно устал. Прости, я не оправдываюсь. Я виноват во всем. Я помню, сколько раз ты меня звал. Ты ждал меня. Ты не поразил меня. Для чего? Вот я здесь. Ты видишь, нет чистого места. Гордость, тщеславие, ехидство, смехотворство, злость. Мне не перечислить все преступления мои. Если можно, то прими меня, прости меня. Я читал в Евангелии, что ты из-за меня умер, Христос, и мать твоя Мария видела, что мне жалко было тебя видеть на кресте. Прости, прости меня, у меня нет веры такой, чтобы всему верить, что я читаю в Библии. Дай мне эту веру и всякое сомнение, оно дурно, оно погубит меня. Помоги мне, прошу, вер мне большой, полный, чтобы я ни в чем не мог сомневаться, что ты мне будешь говорить через слово твое. Я устал, я хочу и умереть, но и это не дано, и не избавить от мучений. Мне сказали, я читал это, что кровь твоя омывает всякий грех. Омой меня, если по-другому нельзя простить, пощади, а я буду славить тебя всегда. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Когда я просил веры, то, может быть, это и не так точно будет сегодня описано, но мне почудилось, что внутри меня даже по комнате раздалось «Верю, верю, верю». И такое легкое состояние было, будто с меня огромную ношу сняли. Показал, что даже вперед качнулся. Может и не так, а все было светлым, радостным. Я встал, и мне стало удивительно, что будто это я и уже не я. «Верю всему, что есть в Библии, которую я еще не прочитал. Эта вера во мне росла и сохранена до сего дня». Я встал, и как мне стало удивительно, что будто это я и уже не я. «Верю всему, что есть в Библии, которую я еще не прочитал, и эта вера во мне росла и сохранена до сего дня. Еремеевы подарили мне Евангелие, сначала только от Матфея, потом Марка и Иоанна. Когда вечером я возвратился на лоцмском катерике к кораблю, а мы стояли на ренде, то уже в тот же вечер стало известно всему каравану кораблей, что я уверовал, как они выглядели, сошел с ума. Отношение ко мне не изменилось ни у кого, но на характеристики, которые мне были до этого, сильно повлияло. Несколько дней назад было написано, что я член судового комитета и пользуюсь большим авторитетом, принимая участие в общественной жизни. Тут же сразу написали в другой характеристике, которую я храню до сих пор. Авторитетом не пользуюсь, участие ни в чем не принимаю, верю в Бога. Уйти с корабля мне не хотелось, любил море. И братья мне сказали, чтобы ждал, когда Бог позовет. Когда будет тому явный призыв, внутренний голос, тогда не противься, пока еще поплавай. С первых дней услышал по радиопередаче, и более всего мне понравился ярл пести. Огонь, ревность, силы, убежденности. Все мне подходило. Находясь на корабле, знал почти до одного часа, когда за меня молились. Началось свидетельство с первого же дня. Все знали, что я молюсь, читаю Евангелие. Начались беседы с начальством. Сказали, или брось эту дурь, блаш, или придется уйти с училища. Я забрал документы, они подумали, что я перехожу в Одесское училище. Потом зашел на берег, пошел на стройку. Когда уже пришлось сходить на берег, пошел по кораблю и прощался со всеми. Когда еще работал, то на меня набрасывался драться боссом, а я уже знал, что сдачи не надо давать, пусть все при мне останется, богаче будешь. Там была боссанская коморка, где канат и всякий текелаж хранился. Он зазвал меня туда. Лежу на него, а у него слезы. Прости меня, говорит, ты знаешь, что я на тебя догнал. У меня была бабка, тетя моя, она меня хранила вместо матери. Отец был проводник, и когда он возвращался, то эта богомольная тетя жаловалась на меня, и он все к меня тонким ремнем от портупея офицерской. А с тех пор я дал себе слово, что буду мстить верующим. Мы тебя собирались убить, спихнуть в море, когда ты занимался в баггерской рубке на корме корабля. Но туда подошла жена капитана, у нее белье там было развешено, и все у нас сорвалось. Ты прости меня и помолись обо мне. Если бы корабль закачал при полном штиле, меньше бы удивлялся, ведь с таким свирепным лицом был этот одессит. И вот как может дело повернуться. То ли капитан так сделал, то ли уж друзья уговорили. Но лонспанский катерок, да полный круг со мной вокруг судна, и корабль дал три длинных гудка. Печаль по волнам пошла. У бога тоже надо просить, да и меру знать. Как-то тут у нас была засуха сильная, и вот люди сказали просить, чтобы в церкви от дождей молебен был. Помолились с вечера, да и надо было ждать, так нет, утром еще молебен, да еще позднее еще один. Разошлись. И вот тучка, и такой гром пошел к молящимся, такой потоп, поезда останавливают, мошлины шли как по реке. На вокзале весь низ водой затопило, линия подмывала. Молись, да проси и веры. Так и со мной было, когда я попросил любви и веры к Слову Божию. Что сделать со мною с той молитвой? Столь обильно открылась жажда к Библии, что когда я приходил с работы, то и ответить не мог, обедал ей. Дни за днями идут, а жажда во мне все та же. Часов до пяти, до десяти в день проводил за Словом Божием. Приедут к дяде Мише братья издали. Беседа интересная, а я за обьюшку за нюх и сижу, читаю Библию, не могу насладиться. Он мне, выговор, братья из такой дали приехали, ты хоть поговори, побудь с ними немного, они хотят слушать тебя. Нет, даже и на глаза бы не выходило, что зря время терять на какие-то беседы, когда можно читать Библию. Месяц через три меня уже поставили проповедовать в собрании. А крест ношу, тайно рукой крещусь. Они же ведут речь о том, чтобы мне крещение у них принять. Нет, не могу, я уже крещен. Весной собираюсь ехать в Сибирь, и чуть ли не накануне зовут меня в гости. Какой-то брат приехал, и ради него это встреча. Пришли, разделись, народу много, а того брата нет. Что-то шепчется братья. Потом вызвали меня и сказали слово, что была тут приготовлена Библия тому брату, но раз его нет, то решили мы ее подарить тебе. А у меня был уже и Новый Завет. Я его уже много раз причитал, будто бы первый раз вижу. Хотя уже большую часть наизусть знаю. Несколько раз переписывал. Дали мне Библию и наказ, чтобы 120-й псалом был путеводной звездой. Напали на меня слезы. Надо Библию взять, да ответное слово сказать. А я ушел в коридорчик, уткнулся в пальтишко и проплакал весь вечер. Отчего? Да и сам не могу сказать. А вот напали слезы. Как-то радостно, что у меня будет своя Библия, что могу в любое время и в дороге ее читать. Могу и своим домом показать. Потом той хозяйке, Марии Хохловой, подарю новую большую Библию. Но уже то, что я получил через тот вечер, ничем не возместишь. Дар слез. Шли обратно. Тренкали, льдинки под утро. Уже была весна, и я уезжал. Когда я приходил с работы, то под лестницей, где был умывальник, там склонялся на молитву. И так этот запах даже остался в памяти и поныне. Что-то щемящее, родное, близкое. Потом обратился брат Иваким. Теперь он священник. Другой брат Павел. Он был комсомолец. В КГВ работал прапочником. У дверей стоял. Теперь служит людям. И церковь не забывает. Обратились три сестры. Пришла мать. Перед смертью отец покаялся. Как Бог примет. Появилось много друзей, вновь обращенные. Кто-то уходил, кто-то приходил. У каждого свой путь. С первого же дня читал Новый Завет не как книгу, а как Слово Божие. Что вот это Слово ко мне. И вот это к тому, хотя оно и ко мне. И так стал писать на благе всем, кого знал. И отсеялись друзья вчерашние. Пришли неизвестные. Побывал уже и в семинариях, после того, и в академиях, и в монастырях, и во многих храмах познакомился с архиереями. И везде одна беда. Нет живого Слова. Такого Слова, от которого душа выпьет к Богу Живому. Почему так мало Библии и Евангелия? Много разных стих было в Венспилсе. И с первого дня почти за меня начали бороться. Каждому хотелось, чтобы со снопом идти. На меня серпом замахивались. Но я стал твердо, что вере своей не изменять. Я православный. Хотя никакого православия не знал. И своим уже всем преподал живое слово. Я знал, что нет такой пробоведи в храмах, как по радио. А все же у сектантов не все в порядке. Так где же истина? Как найти истину? Чтобы вместо пастора не пойти за волком. Где же все же лучше спасаться? Где надежнее? Тысячи сект. Остановился на Матфея 28.20. И сей я с вами во все дни до скончания века. Христос сказал. Значит, это так и есть. Неоспоримо, что он во все дни будет с тем, кто верен ему, то есть церковь. Но ведь все себя нарицают церковью. Где же он? Посмотрел на стол, на клеенку с клеточками и подумал. Что какая же клеточка – это секта. Если во все дни, то и в наши дни где-то в одной из этих клеточек истина. Но где? Не обещал же он тогда, что будет со всеми? Кто придет во имя его? Решил так. Буду идти на сокращение поиска. Оказывается, что уже более 6 тысяч сект существуют на земле. А в 1923 году было 300. А в 1913 – 130. И так все уменьшается количество толков в течении наименований. Вот год 303 от Рождества Христова. Этих сетых в помине нет, сект. Какие же были тогда? Если были какие, то они отмерли, и от них речи вести не надо. Если бы с ними был Христос, то они бы тоже были бы до скончания века. И вижу, как из мрака веков встает одна чудная, непобедимая, несвязанная государственную, гонимая, окровавленная, черная, но красивая, багряная, но прекрасная. Вот она, одна единственная, неподражаемая. А где остальные? Они сошли с арены боев. Дошли до исходного пункта. И здесь главный стих. Иеремия 6,16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и спросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Что бы ни случилось, то, что оказано в последней части, стиха этого, решил остановиться, рассмотреть, расспросить, как же верить тогда, как понимать Слово Божие, как толковали? Так как к дяде Миши приезжали и приходили разные люди, из разных стих, то уже с первых часов слышал и толкование, столь непохожие друг на друга, что и не знал, куда прислониться. Что было бы, если пресвитер Баптистов из города Пенза, Петр Михайлович Ульянкин, недавний православный миссионерский жал ревнитель. В нем было около 1400 страниц, годовая подшивка. Я его законспектировал не менее пяти раз, запомнил в любом направлении по всем вопросам. До этого Баптисты говорили, к нам пришел пророк Илья, это про меня, а когда начал сражаться, и помета была не на их стороне, то сразу же, это гнилое бревно. Благо им, что гнилое бревно, а если бы не ошиблись в первый раз, то посек бы им головы пророк Илья, якое тем жрецам потока Кедронского. Но то моя подготовка времен юности, мстить, спасать была уже выправлена Богом. Мои ножи превратились в меч Божий, нержавеющий. Что и как говорил Златоуст, это меня очень заинтересовало. Если это был самый плодовитый, знаменитый отец церкви, то как бы его к тудам добраться, да посмотреть бы их, что он говорил о десяти девах, а то, может быть, кто и откровение Ивана с Богослова толковал, попало в руки доброе сокровище блаженного фефилакта, архиепископа Болгарского, толкование в двух книгах на весь Новый Завет, и архиепископа Андрея Кисаре Каппадонидийского, попало в руки доброе сокровище блаженного фефилакта, архиепископа Болгарского, толкование в двух книгах на весь Новый Завет, и архиепископа Андрея Кисаре Каппадокийского, толкование на апокалипсис, Все это законспектировал. Потом правила соборов, кормчаев, все записал. Все до себя перенять бы. Как бы так сделать, чтобы эти книги можно было иметь не только тем, кто им сундукам прячет, но и у всех были бы они? Печатать не могут. Писать. Так напишу, что и сам не разберу. Да и сколько перепишешь? Пробовал от руки. И несколько томов уже законспектировал полностью, но кратко. А если кому дать почитать, то они и вовсе понять ничего не могут. Стали мы тут заниматься. Добралась группа из ревностных христиан. Три раза в неделю часа по три-четыре за встречу проходили Новый Завет и противосектантскую литературу. Пишем, торопимся. Может быть в Москве бы это назвали семинаром, а тут мы просто учились. Пришли несколько раз из баптистов, два регента и хористка. Их там сразу всех отлучили, ибо перед этим уже несколько человек перешли в православие. Испробовали оружие, бьет безотказно и пленяет в послушании Христу. Дело подается медленно и за каждым вопросом идут ко мне. А то, что расскажешь, если не запишешь, то забудут. Как быть сделал так, чтобы у тех, у всех это было, кто и не здесь живет. С бабушкой приходится просто сидеть и читать им. Сами они неграмотные, и книг нет. Да и что прочтут, то неправильно у них буквы складываются, и читают совсем не те слова. Сколько слепых, везде нужно видели кого-то посылать. Если есть книга, чтобы с ней ознакомиться. Да и дадут, если книгу, держи крепко, она одна может быть и на всю епархию, или не одна на республику. Как бы эти проблемы все разрешить? Раньше было много храмов, и слушали все же. Если бы ревностный батюшка, а если уж поп молчаливый, то и овцы безгласны. Не раздвоишься, не будешь же ездить каждый день в маленькие города, в деревья, чтобы им это рассказывать. Да и сам-то разве все это запомнишь? Разве все это можно вспомнить? А книга попала и ушла, и ее не знаешь, где искать. И вдруг, как озарение, начитать на пленку и размножить. И будет так, что в любом захолустье можно будет любую книгу и библию слушать и беседы, которые у нас бывают. В разных городах будут слушать так же. Но как это сделать? Первые попытки были давно, где-то в 70-м году, но в наличии были слабые магнитофоны, маленькие кассеты, скорость только 9 см в секунду, и всего две дорожки, а ленты 150 метров. Минута всего звучит. Посчитали, уже взял. Более тысячи таких пленок надо только на Златоуста. Но вот увидел у одного брата комету. Скорость 4,7 см в секунду. И четыре дорожки. Проблемы почти нет. Одна пленка на 375 метров. Цена 6 рублей. Вмещает 8 часов 20 минут. Годится. Нет чистоты записи. Нашелся добрый человек. Рычкульнов Алеша. Показал, как держать микрофон. Начали уже начитывать. Трудно поддается. Первый капитальный труд был творение святого отца нашего Ивана Златоуста. Вошел на 62 кассетах в вышеуказанной пленке. Переписывать как? С одного на один, на той же скорости, по одной дорожке. Сколько начитывать, столько и переписывать. Один экземпляр получится через год. Еще один будет экземпляр. Трудно, но сижу, пишу. Потом вдруг идея. А нельзя ли побыстрее писать? А потом нельзя ли сразу две дорожки или того больше? Ведь у нас на 400 дорожки написано. Так натаскались на маяке 203, а потом уже на маяке 205, что меньше чем за полтора часа кассета уже списана. Оказалось, что можно и не на один, и частота не меняется. С одного мегнитофона сразу одной кнопкой срывается 10-11 маяков на скорости 19 см в секунду. Пишут одновременно на две дорожки, в одном направлении, а прослушивать будем на скорости 4 метра в секунду. Пошло. Кухня заработала. Нужны деньги. Бросил все. Удавился делать печи. Печить стоит 30-50 рублей. В день до двух печей выкладываю, как мексиканцы у Джека Лондона. Все на дело революции. Так и здесь. Все на дело церкви. Все для Христа. Все для просвещения. Работа, экономия. Перезапись. Выдохся и снова за печи. Задача. Страшно их вспомнить. Входил я в збу и падал, не раздеваясь. Не ужинав. Так до утра и лежу. Надо. Поиск сырья. Во всем дефицит. Когда начинали, то были магнитофоны со скоростью 4,7 см в секунду. Комменты 206. Романтик 34. Маяк 203. Маяк 205. Ими и другие. И все-все от единого снято с производства. Без всякой замены. Все запросы и поездки кончились одним. Сняты с производства. Но пока еще встречаются в комиссионных эти магнитофоны. Также главная трудность была в приобретении пленок. Здесь их почему-то не было. Ездить приходилось чуть не по всей стране. Но в первую очередь это все города на пути до Новосибирска. Черепаново, Искитим, Бердск. Захожу в Тальминке. Стоят пленки. Сколько у вас можем брать? Да хоть сколько. Ограничений нет. А сколько у вас в ящике? 60 штук. 310 рублей. Сколько ящиков можем взять? Как ящиков? Да наличный расчет берем. Нет. Мы так не продаем. У нас лимит 5 штук на руки. Но эти не лежат у вас. Ни одного покупателя нет. Все равно нельзя. Думает, очевидно, что можно с нас взять взятку. Решения нет. Иду до директора. Звонит. Не отдают. Угрожаю, что поеду в органы власти с жалобой. Директор идет сама и из прилавка вынимает всю наличность. Около двух с половиной ящиков. Для нас это только затравку. Чтобы начать что-то писать, нужно по крайней мере 12-15 ящиков. Иду опять по кругу. Занимать деньги. Никому бы не дали. А мне дают. Верят. Думают, что миллионеры. Едем на Массибирск. Картина та же. Иду до директора. А зачем вам столько? Да мы книги старинные начитали. Библию, Златоуста, Жития. Вот и нужно для других копию снять. До этого звоню от них до главного торгаша в городе. Ответ один. Столько не можем. Где-то есть ограниченная инструкция. Читает. На шины, на иной, на ленты нет. Спрашивает директор. А вы не слышали про Клавдию такую-то, что она воскресла? Да я с ней несколько раз встречался. Они там перед нашим приходом об этом как раз беседовали. Директор сам идет на склад и отдает три ящика. С прилавка снимали все, делаем заказы. Снова на колеса и в другой район. Там пошли на обмен. Дали проповедь ярл Пести. И тогда нам отпустили все, что было. Ящиков пять. У шестьсота. В день наматываем до шестьсот километров и более. Оплачиваю затраты всегда из своего кармана. Москва, говорю директору. Для чего им это надо? Он. Они могли бы мне достать Библию? Можно. Он тускает на все деньги, какие есть. Несколько ящиков. И на полный еще один ящик. Не хватает сто пятьдесят рублей. Директор машет рукой. Я даю долг до утра. Приехали на водовозке. В бак в машине скидываем все ящики картонные. Сами лезем люк. Жми, Миша, мы по крышам, которые нам видны. Знакомимся с Вавилом Третьим. Вода плещется, накатывает на нас. Главное не замочить пленки. Среди хозяев началась паника. Ах, как бы не загребли вы их. Звоню друзьям, чтобы могли посадку совершить. Проводники не пускают. Москвичи подарили нам несколько зарубежных, открытых, религиозных. Дарим проводникам. Оказываются земляками. Желают слушать благую весть. Охраняют нас в пути. Зато Библию директору выпустили несколько десятков новых на пленки. Зато Библию директору выпустили несколько десятков новых на пленки. Академгородок под Новосибирском. Стоят маяки, 205, все неработающие. Цена каждого 320 рублей. Моя месячная зарплата 72 рубля. Но нам нужно выполнить заказы для людей. Леша проверяет. Они мертво заклинены. Он еще постоял. Бери, отремонтирую. И правда, 8 браков на за один день он на ноги поставил. Возвращаемся уже ночью. Перед городом, перед мостом у оби устанавливается машина. Чего вы везете? Так много мотоциклей. Магнитофоны. Заказ у людей. Отвернул брезент, хмыкнул и отпустил. Не время. Не приспел еще час. В селе Кустанайской области продавщица не дает пленок. Ждет свою часть. Тот, кому мы заказывали искать, получил от нас, как и все, наказ. Нигде никому не переплачивать ни рубля. О рублях сказал. Она больше не додумался. Оголь на выдумке хитра. Идет, рвет ведро малины, несет продавцу. Та отпускает. Сколько унесешь. В комнатах жара задыхаюсь в горячих магнитных испарениях, что пыль натирают при перезаписи манитофона. Прошу вставить в окно вентилятор. Стало легче дышать. Какую кару я нес эти годы. Семь лет каторги. И кому только не навешивал. Кому только не предлагал взять все бесплатно. Еще обещал на первый толчок дать 3000 рублей. Но чтобы только трудились честно. Бесплатно. Увы. Только органы согласились взять. 1979 год. Начали готовиться в стране к Олимпиаде. А значит нужно лицо свое в нужном ракурсе изобразить. Как уж в программе себе описали раньше. И чтобы не портили этот камуфляж разные пылинки. Их убрать, отмести и спихнуть. Отец Глеб, отец Змиры и все, что в поле зрения ниже их попадало, все пошло под снос. У каждого из них посмотрели адреса. Ему адрес был у отца Дмитрия Дудко. Первый обыск. Представительно, аккуратно, все фиксируют. Каждому машку, как это мучат. Как же, ведь по санкции КГБ тут же и нужен класс в работе. Тут будут задействованы столько душ, отделов. Наконец-то работа. Наконец-то может доказать, что зарплаты чинные погонами чище ты. Не зря. Нет, не зря. Вот мы сгодились. Старались, а не писали. Я остался дома еще на полгода.